Давайте узнаем, похоронил ли он гуманитарные науки. Я, потому что, на самом деле, скорее с позитивным настроем к гуманитарным русским наукам отношусь, особенно после того, как Советский Союз прошел. Да, то есть, Советский Союз — это упадок гуманитарных наук, это взлёт естественных, возможно, наук, ну, и то не очень сильно, да. Скорее даже, в большей степени, взлёт прикладных всяких дисциплин. Я очень позитивно вообще отношусь к развитию гуманитарных наук, потому что мы начали снова заниматься гуманитарными науками. Владислав, пока иначе. Мы снова начали переводить тексты, мы начали их интерпретировать, идёт большой рост этой самой интерпретации работы с гуманитарными разными темами. Расцветают разные дискурсы, чего в Советском Союзе не было. Ну, может быть, частично и было представлено, но в меньшей степени. Ну, по-моему, всё хорошо. По-моему, пока всё очень даже неплохо. Сегодня я бы хотел поговорить с вами о гуманитарной науке и её положении в России. Но перед тем, как начать, конечно, необходимо сделать несколько предварительных пояснений. Во-первых, я не историк и не социолог науки. Во-вторых, то, что я говорю, в основном основано на моих собственных наблюдениях и подкреплено скорее анекдотическими доказательствами, нежели доказательствами фактическими или фактологическими. Хорошо, что автор заранее об этом сообщил, моё почтение. Фактов в целом о российской науке, особенно количественных фактов, не так много. Но они будут здесь представлены настолько, насколько я смог их обнаружить. Наконец, как это ясно из двух предыдущих пунктов, я скорее пытаюсь осмыслить происходящее, чем пытаюсь научно его описать. Достойное введение. Хорошо. Также хотелось бы заметить, что под гуманитарной наукой я понимаю то, что на Западе называют social sciences and arts and humanities. То есть я не отделяю социальные науки от наук гуманитарных или того, что сегодня называются. А зря, потому что специфика довольно разная. Социология вполне так себе неплохая область исследования, которая иногда даже местами спонсируется несколько больше, чем в гуманитарной науке. Социолог с большей степенью вероятности может устроиться на работку по специальности. Соответственно, есть определенные, я не знаю, всероссийские штуки, где надо статистику считать. Тоже социологов берут, например. Да, и методы разные. А в общественных науках очень странные разнородные методы, важно понимать. А в гуманитарных науках они более-менее похожи. Так что... Ну окей, хорошо, что пояснение сделано. Хорошо, что пояснение сделано заранее. Мы теперь понимаем широту почти всех понятий. Спасибо, автор. С гуманитарными науками. Конечно, чтобы ясно описать положение российской гуманитарной науки, придется обратиться к ее прошлому. А именно к Советскому Союзу. И вы прекрасно понимаете, сколь проблемным было это самое положение. СССР это государство с единой идеологией, для которого гуманитарная наука была не более чем второстепенным придатком к центру... Да, это правда. Философия, как гуманитарная в кавычках область, которая исследовала, например, историю философии, да, очень нуждалась в многочисленных переводах, которые было крайне трудно найти. У нас до сих пор, по сути-то, нет нормальных переводчиков аналитической философии. Потому что их просто, блядь, мало в России пока аналитических философов. Это первый пункт, да. У нас тупо до сих пор мало аналитических философов. И их в Советском Союзе мало кто переводил. У нас сейчас, да, вот гуманитарная задача по вопросам философии уже заключается даже просто перевести кучу текстов. И в этом нюанс заключается, что мы даже до сих пор и пока не решили те проблемы, которые возникли из-за Советского Союза. Понятное дело, что в Советском Союзе, да, нельзя переводить Расселов, Хуяселов, там, и всех остальных вместе взятых, потому что они буржуазные философы, дегенераты, там, и фу-фу-фу, короче, не надо их трогать, да. Ублюдки, негодяи, и рассказывать о них можно только на русском языке, только с пояснениями и вот так вот пальчиком покачивая. Но в современном, как бы, обществе нам вот этих переводов не хватает на самом деле, и нормально изучать, к сожалению, аналитическую философию надо, зная в идеале английский язык, иначе просто практически бессмысленно это делать. И, кстати, ввиду этого аналитическая философия пока еще не может быть тотально распространена, потому что, да, для того, чтобы ее знать, нужно хорошо знать английский язык. Это гуманитарная проблема, прежде всего, которая до сих пор не разрешена. У нас файфхингер переведен до недавнего времени не был, у нас куча классических философских текстов до сих пор не переведены, у нас много классических текстов 20 века, блядь, не переведены до сих пор по философии. То есть, да, совок, к сожалению, нам поднасрал в гуманитарии настолько сильно, что мы просто не можем до сих пор даже догнать до 22 года уже. 2022 год, а мы переиздаем одного и того же, блядь, Штирнера, Маркса, блядь, не знаю, и прочих модных авторов, там, Гегелей бесконечно переиздаем без остановки, потому что и так переводов много, и они хорошие по Гегелю. А остальные мыслители могут рассчитывать, ну, на Бибу, короче, и всё, к сожалению, пока что, да. ...на центральной и единственной идеологии. Это означало, что... Но при этом я всё равно вижу позитивные тенденции. ...с одной стороны, у гуманитарных учёных не было другого заказчика, не было грантов, не было бизнеса, не было никого, кроме государства, которое обеспечивало их зарплатами и в целом финансированием. Также СССР был социальным государством. Не, я как бы не то, чтобы большой противник СССР вообще в принципе, да, но именно конкретно гуманитарных наук может сказать, что СССР организовала большой кризис гуманитарных, в кавычках, наук на территории, ну, в общем-то, вот того места, где мы сейчас живём. Это плохо или хорошо? Для гуманитарных наук это плохо. Цели были другие, но, может быть, ввиду этого это и терпимо, да, ну, то есть были расставлены приоритеты определённым образом. ...государством, что означает, что единожды, попав на место учёного, единожды получив ставку, выпасть с неё или быть уволенным было практически невозможно. И эта социальная практика, практика найма без увольнения, она существовала вплоть до середины 2000... ...ну как без увольнения, тебя могли в тюрьму засунуть и отпиздить. ...в тысячи десятых и во многом существует до сих пор. Это также означает, что с самого начала российская наука была... Не, огромное количество преподавателей теряют свои ставки. Это абсолютно неправда. И с СПБГУ огромное количество специалистов были уволены из-за того, что они не справлялись с выполнением договора. Ну, в СПБГУ. Я не знаю, по каким другим вузам автор сейчас судит. Я говорю за свой вуз, за СПБГУ. В МГУ, наверное, то же самое. Если вы не печатаете определенное количество статей в определенный промежуток времени, вас могут выгнать вне зависимости от того, насколько вы хороший преподаватель. Блять, это, кстати... И это, кстати, плохо, потому что многие хорошие преподаватели могли бы остаться на своем месте. А благодаря железному занавесу лишена международного сотрудничества, что она развивалась отдельно, будучи замкнутой сама на себя. И в рамки конкретной одной идеологии. В результате, понятное дело, большинство... Ну, к концу Советского Союза все это немножко расшаталось. В 90-е появилась свобода. К вопросу, да? К вопросу. То есть, что там? В 90-е уже все вообще освободились, по большей части. Сейчас у нас вообще по философии, как бы... Вот вы видели, к нам сегодня Гусев приходил, он марксизм-коммунизм начинал с этого. Многие там тогда тоже марксизм-коммунизм. Но почти вся профессура сейчас не марксисты. Я не знаю, ну, может быть, марксисты рассосались по каким-то более нишевым вузам. В Герцена, в СПБГУ, в РХГА, где я вот... Российских гуманитарных ученых не представляли из себя никаких ученых. Если их карьера складывалась хорошо, это были партийные функционеры или, по крайней мере... Ну, нет, здесь автор слишком пессимистичен. На самом деле, были исследователи, были лосевы всякие, были смелые, даже очень смелые, такие как Лосев, такие как Ахутин, ребята, которые, ну... Они своей смелостью слишком даже поражают в суждениях. Так что я с автором здесь скорее не согласен, ну, потому что были прецеденты, их было достаточно. Идеологи, обслуживающие партию, если их карьера складывалась плохо, они оказывались просто с содержантами на деньги государства. Ну, автор сказал, что может многое не знать, а я имею право не согласиться и поделиться своим опытом. Так что мы здесь на равных правах, я, как видите, не наезжаю, по крайней мере, пока что. По крайней мере, вводная речь мне понравилась. Которые при этом совершенно ничего не делали. Очевидно, мобильность в такой ситуации, в ситуации, когда тебя практически никто не может уволить, также отсутствовала. И если люди не росли вверх, то они просто оставались на своих местах и буквально прирастали к ним десятилетиями. Конечно, следить за качеством науки должны были особисты. Но проблема в том, что эти самые советские особисты, которые должны были следить за качеством развития гуманитарной науки, в Советском Союзе оказывались абсолютно некомпетентными. Что порождало порочный круг, в результате которого советская наука, гуманитарная наука практически не существовала. За исключением пары больших имен, подавляющее большинство советских ученых, учеными в подлинном смысле этого слова не были. Когда Советский Союз пал и в 90-е наука формально освободилась. Уже в 90-м был накоплен достаточно большой набор хороших преподавателей, которые работают до сих пор, и у которых достаточно неплохие исследования в разных областях. От пуд единого заказчика, то те, кто были конкурентоспособны, те очень быстро уехали на Запад, именно потому, что в 90-е государство не было в состоянии финансировать науку. Несмотря на то, что появились гранты, появились фонды, в том числе и, конечно, и международные, их финансирования явно не хватало для развития науки, не хватало даже для ее поддержания. В то же самое время государство, как единый заказчик... Ну, автор, мне кажется, несколько перегибает с радикальностью суждений. Опять же, все уехали, все расползлись, но далеко не все. К сожалению или к счастью, среди гуманитариев, да и вообще среди специалистов-ученых, особенно в России, огромное количество идеалистов, которые готовы за бесплатно, в общем-то, заниматься определенной деятельностью. Так что, простите. Как фактически главный заказчик научной деятельности в России, оказалось финансово не способна эту научную деятельность заказывать. И это означало несколько серьезных вещей. Первое из которых заключается в том, что, естественно, в такой ситуации в науку не идет молодежь, потому что на научную зарплату фактически нельзя выжить. Это также означало, что все те журналы, научные журналы... Мне кажется, он немножко перебарщивает. Он немножко перебарщивает. Конечно, проблемы есть, и они во многом связаны, да, и с финансированием, и с, в общем-то, всякими там, наследием Советского Союза. Но тут как бы, понимаете, в чем дело? Если человек хочет где-то просто сидеть и получать деньги, он в среднем может сидеть и получать деньги в другом месте. Как бы, да? То есть, есть идеалисты, которые, ну, прям за вот эту науку, там, за гуманитарею, за исследование, за прочтение Хайдегера, прям всей душой. Вот как мой научный руководитель. Реально, всей душой за Хайдегера, всей душой за философию воображения. Там Дугин, например, тоже. Тоже человек всей душой за это, как бы, да? И таких немало, на самом деле. Вот у нас сегодня тоже гость был. Вот он тоже всей душой за скептицизм был, по крайней мере. Сейчас уже чуть-чуть меньше, чем всей душой. Но все-таки, ну, все-таки, да, понимаете. И в этом плане, конечно, важно понимать, что людей, которые реально идейные, в гуманитарных науках немало. Ну, немало их, их приличное количество. Людей, которые готовы исследовать, которые хотят исследовать. У нас огромное количество, ну, нормальное количество неплохих религиоведов, неплохих культурологов. Да тут же Шахнович там вспомнить. Вспомнить того же Шохина сейчас, который исследует индийские взгляды. Опять же, Пахомова того же вспомнить. Который все же молодой еще, наверное, Пахомов относительно. Он, наверное, это только на путь вступил уже после распада Советского Союза. Ну, как я помню, у него вроде в 91-го он только то ли школы вышел, то ли еще что-то, когда я родился. Так что, ну, так что молодой еще, как бы, человек. Абсолютно молодой. Он только в 2000-х вроде начал потягиваться. Торченого того же вспомнить. Просто легендарная фигура востоковедения, особенно с точки зрения философии. Прям вот центральная фигура русского философского востоковедения. Это не просто какой-то там задрот-заучка, который что-то там читает на санскрите и там дрочит на то, какой он великий языкознаец. Действительно продуктивный исследователь, который предлагал версии, какие-то гипотезы, который их разрабатывал, который там то, это, пятое, десятое, который, ну, вообще много чего сделал на самом деле. Большие люди, которые не уезжали из России, которые реально работали, которые реально думали, они оставались здесь. Может, да, за мелочь, может быть, да, как бы, выживая, но они одни из лучших, их много, и у них есть ученики, у того же Торченова сейчас, ну, вот, опять же, Пахомов, кстати, частично можно его назвать учеником Торченова. Вот Кей, короче, тоже мой преподаватель. Молодой тоже совсем относительно, ну, как, лет на пять, может быть, шесть, семь, восемь, меня старше всего-то. Вообще, молодой-молодой. Вот тоже прекрасный специалист. То есть они чуть ли не целые школы основали так-то, если посмотреть. В смысле умирает гуманитарное знание. Живо, живет, работает. Которые более или менее были созданы в СССР, оказывались в тяжелейшей ситуации, когда техническому персоналу этих журналов просто нечем было платить. Они начинали существовать на голом энтузиазме. Голый энтузиазм... Причем, я почерплю, я замечу, что у нас не все отлично, но у нас есть неплохие тенденции. То есть, возможно, лет через сто там может быть, если нас не будет держивать правительство никакое, если финансирование будет постепенно появляться, оно и так есть. Сейчас на... Да, гуманитарной дисциплине все больше и больше становится, правильно, Дмитрий. И популярность их более-менее возрастает в целом. Девчоночки идут и платят свои денежки за годовое обучение в разные вузы гуманитарные. Но все нормально. Все жить можно. Все пока... Пока все идет хорошо. Пока все по плану. Пока мы звезд с неба не хватаем, переводов еще мало, хотелось бы побольше специалистов по разным темам и вопросам. У нас там какой-нибудь Парибак, который, ну, типа, вообще, ну, практикующий, в общем-то, буддисты с традицией Бонн, он просто отвечает чуть ли не за весь буддизм, ну, не считая там других персонажей. Там Степанянс, который тоже потрясающий специалист и много чего делает. Честно говоря, блин, просто имена вот так, которые пальцев рук не хватает, чтобы всех пересчитать. Это только те, которых я знаю, в которых я разбираюсь хоть как-то. Могло быть и лучше, я соглашусь. Но то, что все у нас категорически плохо и будущего у нас нет, давайте посмотрим, почему все-таки. Членов журналов, членов редколлегий и тот факт, что основной костяк людей, которые еще в Советском Союзе навсегда закрепились на своих местах и не могли быть оттуда сдвинуты, означало только одно, появление огромной системы непотизма. Не, ну, просто у нас и ведется работа. Все. Это плохо, этого недостаточно. Люди не просто сидят и отрабатывают свои зарплаты. Вот ребята из БФУ, судя по тому, что мы видели сейчас, да, если вот все преподаватели преподают так, как ребята из БФУ, тогда бы это было отрабатывание своей зарплаты. Причем я не уверен, что они все предметы так преподают, но просто это неудачные предметы, возможно. Вот если бы все были вот так вот, везде на всех предметах такими, я бы действительно сказал, у нас нет будущего у российской гуманитарной науки. Вот просто нет. Сидят какие-то мужики, воду льют. Всегда везде нету исследовательских институтов, нету ребят, нету ничего. То есть ученые, знающие друг друга, выступали гарантом качества работ друг друга и публиковали друг друга. А такое везде практически. Ну нет, вы можете, конечно, какой-то совершенно иностранный вуз поместить, конечно, в свои статьи, но все равно, если в узкой сфере работаете, это очень часто так, вы все равно оцениваете друг друга. То есть у вас довольно узкий список возможных специалистов. То есть по какой-нибудь теме философии и воображения есть я, я не являюсь большим специалистом в этой философии, есть мой научный руководитель, есть еще несколько специалистов, которые... Да даже нет! Понимаете, в чем дело? Да, их даже нет. Ладно, 1, 2, 3, 4, может быть, 5 наберется специалистов, которые реально за философию воображения, которых имеет смысл брать там в оппоненты. Я еще замечу. У меня в оппонентах был один человек, который занимался Хайдегером профессионально, не занимался профессиональной философией воображения. Это мой один из моих оппонентов. Тоже замечательный специалист, если что. Ну, там про суверенность, в общем-то, философии Хайдегера рассказывает. Тоже интересная тема. Она смежно, да, с философией воображения, с Хайдегером. То есть, вот ввиду этого он стал, в общем, научным руководителем. А второй научный руководитель, ой, не научный руководитель, он стал моим оппонентом. А второй оппонент у меня, знаете кто? Доктор культурологических наук вообще. То есть, вообще даже не философия. Там, да, над темами воображения как раз работала, вот этот оппонент. Но не совсем с точки зрения философии. То есть, настолько все плохо с подбором, в общем-то, людей, да, что, ну, вы по своей теме не всегда найдете нужное количество специалистов. И это очень часто встречается. Да помните, недавно, когда про математику нам рассказывали, говорили, что во всем мире это доказательство могут оценить буквально два, три или четыре специалиста. Остальные вынуждены просто верить в то, что это доказательство произошло. И парадоксально становится тогда, когда два этих специалиста, которые могут проверить эту тему, они не согласны друг с другом во мнениях, а нормально или ненормально проведено доказательство. Вот, 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 вот. И в некоторых специальностях оно везде так, к сожалению. То есть, во всем мире. Мы можем найти такие специальности во всем мире, где, ну, сложно какие-то такие проверки проводить. В своих журналах. И так как новое поколение не приходило, эта система непотизма, она становилась все более и более закостенелой. Понятное дело... Никак не приходило. Приходило огромное количество молодых специалистов. Их достаточно. Что в этой ситуации ни о каких качественных публикациях, даже в самых лучших российских журналах, или практически даже в самых лучших российских журналах, речь не идет. По той простой причине, что, так как связи являются главным гарантом качества той или иной статьи... Не так почти везде являются качеством гаранта той или иной статьи. Все равно везде все это можно обойти. Ну, лол. Нет никакого смысла в формальной процедуре рецензирования этих... Не, я соглашусь, по крайней мере, в том, что вообще в России, вообще не только в гуманитарной области, даже в естественной, есть огромное количество ебанутых фейковых статей, которые лучше бы вообще не выходили. Но тут, к сожалению, две большие фундаментальные проблемы. Во-первых, некоторые вузы набивают себе цену через получение специалистов с индексами Хирша. Чтобы иметь высокий индекс Хирша, нужно иметь два параметра. Первый параметр – это большое количество статей. Второй параметр – это большое количество цитирования этих статей. Притом, хорошо, чтобы цитаты распределялись вполне определенным образом. Так вот. Так вот, так вот, так вот. У нас огромный, гигантский наплыв говностатей. Почему вообще эти журналы, они не нужны, их никто не читает, и вообще не нужно их по большей части читать, потому что люди пишут для того, чтобы остаться на работе, чтобы их не выгнали с нее. Это проблематично. Притом, эти люди могут в качестве своих основных интересов делать очень хорошие штуки. Блат есть везде, не только в России. Вранье есть, конечно, есть. Куда ему деться-то? Вы можете, в принципе, вообще без проблем взять, заплатить бабки. Такой, нахуй, блат. Просто бабки можете заплатить, у вас статья с Копус будет, в Apple Science будет вообще без проблем. Мировой уровень журнала. Все. Печатай, не хочу. Плати, не хочу. Печатай, не хочу. Все норм. Самых статей. А нет рецензирования? Нет, на самом деле. Я, кстати, напоминаю, что были случаи, когда, в общем-то, нейросеть на форсилах хуйни какой-то рандомный для иностранных журналов. Эти статьи отправили в иностранные журналы и их, блядь, приняли. В гуманитарных науках, правда. Но их приняли, блядь. То есть, тупо шизофрению набор слов в гуманитарных науках за границей приняли в топовые, престижные журналы. Это к вопросу о будущем гуманитарных наук в России. Но, к счастью, гуманитарные науки не держатся на статейных таких публикациях. Слава богу. Слава богу, эти публикации мало кто читает. Их даже читать больше части и не нужно. Самые лучшие материалы, которые можно вообще читать, это скорее монографии. Какие-то более хорошие, целостные, полноценные тексты. Статьи, конечно, иногда хорошие тоже бывают, но нередко это просто отписки для получения определенного уровня индекса Хирша. Во всем мире, так, во всем. Вы должны быть специалистом, у которого большой, блядь, индекс Хирша, чтобы преподавать в ВУЗе, который входит в топы. Хотите, да, в технологический институт, как там, Массачусетс, или куда-то там, да, поступить? Какой там самый лучший, я уже забыл. Вот. Давайте свой индекс Хирша, господин. Если у вас нет индексы Хирша, ну, вот вам дырочка, Glory Hall, вот вам, соответственно, штучка, соответственно, работайте, теперь так. Какого контроля? Опять-таки, ситуация усуглубляется еще и тем, что на самом деле в 90-х не то, чтобы кто-то хотел чужие статьи рецензировать, не то, чтобы кто-то хотел следить за качеством публикуемых статей, потому что, банально, повторюсь, не было для этого никакого финансирования. Такие нахуй никому не нужны, чел. Лол, все нормальные материалы в гуманитаристике, это в основном переводы, но это важно, да, во-вторых, это монографии. Монографии много, очень хороших. Более того, есть всякие энциклопедические наработки, еще много-много-много-много всего. То есть, статьи чаще всего отписочные, всегда были и всегда будут, короче, забей. В гуманитаристике вообще оценивать людей по качеству публикации статей, это, знаете, кринж немножко. Это если естественники, они дрочат на эти статьи, на индексы Хирша, почаще, чем мы, гуманитарии, в кавычках, да, мы, в кавычках, гуманитарии. Да. То в гуманитарных дисциплинах, ну, вообще, похуй. Мы, как бы, не исследуем такие вещи, которые, знаете, там, не знаю, во вселенную, там, отвечают, кто-то читает Достоевского, вот, вот, всю жизнь читает Достоевского, и у него есть свои позиции по поводу Достоевского, там, раскрывает какие-то связи, связанные с Достоевским, почему Достоевский написал так, или так, или по-другому, блин, чел, короче, да и статьи местами есть хорошие, хотя, большинство статей, повторюсь, отписка, но, в середине нулевых, когда государство наконец-таки решило повысить финансирование гуманитарной науки, которая, впрочем, все равно остается финансированием по остаточному принципу, перед государством стала четкая и ясная проблема. Дело в том, что государство может финансировать научную деятельность, но оно не может понимать, насколько эта научная деятельность хороша или плоха, насколько она эффективна или неэффективна. Государству нужна какая-то наука метрика, и эта наука метрика, особенно для гуманитарных наук, может заключаться только в одном, а именно в публикационной активности. Научная деятельность, конечно же, не равна публикационной активности ни при каких обстоятельствах, но научная деятельность... Ну вот как раз попытка, в общем-то, с этой публикативностью работать, она и заводит нас в очередной тупик, на мой взгляд, и от этого надо избавляться. Деятельность очень ясно отражается в публикационной активности. То, что ученый написал в стол, то, что он не опубликовал, не существует. И потому, то, что было сделано для записи в стол, научной деятельностью, грубо говоря, считаться для государства не может. В 2000-х же... Да, только проблема может заключаться в том, что за всю жизнь какой-нибудь хороший специалист по, в кавычках, гуманитарным наукам, раз уж мы, гуманитарные науки все объединили, так он по-хорошему может быть выпустит какую-нибудь одну монографию, да, хорошую, качественную, но с ног, блять, шибательную, которая там перевернет вообще всю игру. Просто, типа, бах, а мы думали вообще по-другому. Вот это он взял и раскрыл, вот этот аспект, который мы не понимали. Вот это он взял и перевернул игру, да. Но вместо того, чтобы писать такую монографию всю жизнь, многое отправляя в стол, многое исследуя со многим, в общем-то, взаимодействуя, он вынужден просто кучу текста печатать на отписочку. Это написание текстов, оно мешает ему, в общем-то, работать над основной своей темой, которую он там на всю жизнь планирует себе и так далее, так далее, так далее. Это очень сильно, да, понижает качество среднестатистической публикации в России, да и в мире на самом деле тоже. Когда государство взялось за формирование новой научной среды, оно очень быстро вернуло себе статус единственного заказчика. Иностранные фонды очень быстро были выдавлены, частные гранты также были очень быстро удалены из научной системы, оставив снова государство единственным заказчиком. Государства не существует как такового, особенно если речь идет о таком государстве как Россия, я не говорю, что его фактически не существует, да и Россия это плохо, я хочу сказать, что в отличие, например, от коммунистического государства, да, от социализма, от СССР, Россия не является страной с единой прозрачной простой идеологией, в которой пропагандируется что-то абсолютно конкретное, а все остальное ну просто вообще запрещено. Вот. И это принципиально важно на самом деле, то есть государство, в кавычках государство, а на самом деле какие-то специалисты, которые определяют как раздавать гранты, конкретные люди, буквально конкретные люди, которые решают какое исследование важнее, чем другое, да, ну в общем-то они могут решать по довольно, ну не спонтанно, может даже спонтанному конечно критерию, да, безусловно, наверное, спонтанному критерию, но при этом все эти люди, они, как бы сказать, ну они не есть государство, в общем-то, они просто люди, которые, в кавычках, государство, опять же, какие-то конкретные чиновники или какие-то административные аппараты, так вот, так вот, так вот, да, это люди с очень разными мировоззрениями, с очень разными позициями, то есть они какие-то, да, там, не знаю, личные Путина, кремлеботы, которые там разаново печатаем, разаново, хотя иногда и такие, но это уже от вкуса зависит, то есть тут в данном случае все немножко сложно. Для того, чтобы оно могло проверять качество исполняемых учеными работ, оно решило следить за публикационной активностью и через публикационную активность контролировать выполнение поставленных им же задач. Для этого была создана наша собственная база, так называемый Российский индекс научного цитирования, который, по сути, представляет из себя базу качественных российских журналов, публикации в которых считаются научной работой и публикации в которых так или иначе отслеживаются. Понятно, что эта система отслеживания публикаций была взята на Западе, где она уже какое-то время развивалась и была готова и которую просто надо было скопировать на российские реалии или, будет точнее сказать, государство думало, что будет достаточно просто скопировать эту систему на российские реалии. Однако же оказалось, что все не так уж и просто. Дело в том, что, как уже было сказано, наши журналы строго говоря не могут или не должны считаться научными журналами, потому что в них отсутствует главный элемент, в них отсутствует peer review или то, что по-русски называется рецензируемостью. и в политехе лепое рецензирование статей чел. например, ну, например, чел. Просто берешь, просто заходишь, просто подаешь статью и тебя рецензирует закрыто. Ты не знаешь, кто тебя рецензирует, а тот, кто тебя рецензирует, не знает, кто ты такой. Из-за уже описанной советской системы непотизма, сохранившейся прекрасной в России. Я не знаю, вот автор, он писал научные статьи во всех журналах и вообще, кто он собственно такой, ну, в общем-то, да, но есть такие журналы, их, наверное, немало, в которых вы проходите рецензирование. Более того, более того, на мой взгляд, peer review это полная хуйня к вопросу о том, да, собственно, потому что иногда личность исследователя, личность автора, она важна. И она более того, может быть, даже важнее, чем конкретно форма, в которой написана работа, и может быть, даже результаты, которые в ней представлены, неожиданно, да, люди очень любят за вот эту объективность всякую дрочить, и вот эту хуйню всякую продвигать, вот, но очень важно понимать, что личность автора, особенно в гуманитарных науках, она крайне высока. То есть, тот же Торченов, который пишет свои, допустим, интуиции или не интуиции, свой опыт, делится своим опытом опознания буддизма, допустим, какого-нибудь китайского, или, допустим, даусизма, его работа, даже если она написана неформально, она, во-первых, соберет большее количество цитирований, чем любая другая работа по той же теме, написанная, там, не знаю, неизвестным специалистам, но по всем правилам. Во-вторых, она большее влияние окажет на ученых, что тоже прекрасно и замечательно, потому что, с одной стороны, именитный авторитетный специалист, и, во-вторых, ну, как бы, основатель, в общем, таких многих разных подходов в исследовании восточной философии. Тоже, тоже прекрасный, короче, в общем-то, человек, фундаментально прекрасный. Ага, вот эти вот все честные пьюр-ревью, это, конечно, прикольно, да, но в конечном итоге они... А что они делают? А что они, собственно, делают? Не до конца понятно. Из-за отсутствия хорошего финансирования именно журналов, да, не научной деятельности, а журналов, большая их часть, или даже, будет правильнее сказать, подавляющее их большинство, не могли и до сих пор не могут предоставить качественное рецензирование. И потому подавляющее большинство российских журналов, включенных в базу Ринц, на самом деле являются... В смысле в базу Ринц? Ну, боже, база Ринц состоит из огромного количества журналов, среди которых и ваковские журналы, и ринцовские журналы, да, то есть база Ринц, она очень широкая, и там буквально в Ринце студенческие статьи можно отыскать. То есть просто литерали, ты участвуешь на любой конференции и подаешь свою статью в Ринц оттуда, и все. То есть Ринц, это как, я не знаю, это детское, это как, знаете, детское эссе, сочинение школьника практически, может даже пройти, эссе школьника может там пройти, и проблема как бы заключается в том, что Ринц журналы вообще не показатели, они вообще мало на что влияют, сами по себе именно Ринц, так как это вот во всей широте нам ВАГ больше интересен. Понимаете, в чем фишка, да? Там Ринц, вообще кто угодно проходит, ВАГ уже поменьше. Ну и все равно становится, ну, по крайней мере, становилось до сих пор крайне авторитетно, если у вас есть статьи в Скопусе, вообще в Apple Science, иностранные журналы, если вы подаете вообще заявки на иностранные тексты, да, какие-то, наоборот, пишите иностранные тексты на иностранных языках и их там, в общем-то, как-то вот посылаете. Более того, это нужно было делать в определенных, в определенных вузах. Ага. Просто мусорными журналами, где... Нет, Ринц, они почти все мусорные журналы, в 99% случаях, это правда, но просто их никто читать не будет. Ну, они никому не нужны, любой человек, который разбирается в этом он поймет. Появляются по факту знакомства или по каким... Напечатали в Ринце по факту знакомства. Не, вот печально, когда в Аке могут напечатать по факту знакомства, такое может быть. Но это, это в принципе нормально. Это вполне допустимо. Но здесь как бы есть другой нюанс. В Ринце печатают вообще всех, блядь, просто всех, я не знаю. Ну, чтобы, ну, чтобы просто, ну, боже, вообще всех. Я просто даже не представляю, насколько надо написать хуйню, чтобы тебя в Ринц не взяли. Ринц, он по сути не рецензируется неожиданно. Вот ВАК рецензирует, ну, должен рецензироваться, чтобы заслужить, в общем-то, вот такую ступень. И ВАК как раз служит критерием для, вот, защиты кандидатских, докторских, там, и так далее, и так далее, и так далее. А лучше вообще скопус веб оф сайенс. Ринц, это как прозору? Ну, типа, но как будто бы вас должны, Егор, одобрить. То есть, Ринц это база данных статей. Да, действительно. Только вот в общем представлении, чтобы просто ваша статья была индексирована как Ринц, вам, ну, достаточно ее просто написать и в какую-то конференцию пройти просто, да, допустим. Любая конференция, на которую пускают любого студента, любого курса, первокурсник из школы пришел, только сочинение начинает писать, заходит первый раз на конференцию, его, короче, печатают в, в общем-то, базе материалов этой конференции, все, он в Ринце. Если хочет, он может этот журнал индексировать, соответственно, и будет еще себе всякие там лайки собирать в сети, в e-library будет себе, короче, собирать цитатки, вообще без вопросов. Ну, в дупо, как бы, лол. ...либо другим причинам, не связанным со, строго говоря, научными достижениями или качественными исследованиями, отраженными в этих статьях. Конечно, появится... Ну, на самом деле, пюр-ревью вообще тоже не означает, что кто-то пройдет с офигенными качественными достижениями, я замечу. Я сегодня уже рассказывал вам и, соответственно, нашему гостю о том, как мои наименее значимые статьи, в которых не было ничего нового изложено, да, то есть статьи по Хайдегеру и Слоттердайку просто на ура прошли в научные журналы, везде 5 баллов, да, то есть пюр-ревью, чистое ревью, вообще просто посмотрели, блядь, 10 из 10, 10 из 10, круто написал про Хайдегера, хорошо отцитировал, технично, методологию вытянул, все здесь написал, все здесь отметил, молодец. Такая же абсолютно статья в абсолютно таком же стиле, но не про Хайдегера и не про Слоттердайка написаны на свободную философскую тему, плюс-минус, да, но по всем правилам, с методологией там и так далее. Но здесь что-то на троечку, вот это вот нехорошо, тема сформулирована неправильно, вот с Хайдегером правильно сформулирована тема, хотя формулировал я в то же самое время, да, а вот здесь неправильно сформулирована тема, Здесь на троечку. Там на пятерочку сформулировано, здесь на троечку. Окей. То есть автор здесь немножко путает сам субъективный характер в кавычках гуманитарных наук. Тем более в гуманитарной науке они более, так скажем, интерпретативны. Блин, сложное слово придумал. Короче, больше опираются на интерпретации. Ввиду этого они более свободны. Они могут быть очень разными. И результаты, которые используются, которые будут произведены гуманитарными науками, они очень разные. Что самое главное. Особенно если мы берем канонические гуманитарные науки. Рецепции разных традиций, философских, нефилософских, религиозных, они могут быть крайне разные. Люди могут предлагать крайне разные подходы и крайне разную методологию, которую один человек может вообще не оценить. Он просто берет на Pure Review и говорит, ну блять, говно какое, такой-то долбоеб опять предлагает нам свои, в общем-то, дебильные идеи про религиоведение. Ну пошел нахуй отсюда. Хотя религиоведение принципиально разнообразно. Одного единого термина того, что такое религия нет. Нет, культурология, кстати, тоже принципиально разнообразная. И там много разных подходов. Ну и соответственно, вот это Pure Review, ну это просто, знаете, попытка скрыть субъективность авторов замазкой анонимности. Да, вот оценщиков и рецензентов. То есть мы закрываем глаза на то, что сами рецензенты субъективны. Они разбирают довольно субъективный текст, который может при этом содержать плюс-минус научную значимость, да, допустим. Но при этом всем мы отдаемся полностью на их слепую субъективность. Это, по-моему, несколько странно. Если, например, в математике есть точные критерии хорошей статьи, в естественных науках тоже мы можем обнаружить некоторые четкие критерии. В гуманитарных дисциплинах, в чисто гуманитарных, я не про социологию говорю и не про историю, точных методов определения охуенной классной статьи не очень много. Их меньше, их просто меньше. И подходов больше, что самое главное. Именно больше разноплановых, разнообразных, фундаментально отличающихся подходов, которых одни рецензенты принципиально не придерживаются, а другие придерживаются. Ну и остается, отправляя как бы в журнал ВАК свою статью, просто мечтать и надеяться на то, что тебя будет оценивать нужный рецензент. А так ты можешь просто прийти в нужный журнал и тебя напечатают, потому что, ну, они хотят такую статью, как у тебя. Ты им преподносишь эту статью и у вас все хорошо, любовь навеки. Вившаяся в середине 2000-х база Ринс уже в начале десятых стала абсолютно прозрачной для всех ее участников. С одной стороны, ученые, которых призывали отчитываться публикациями, потому что нет другого способа понимать, насколько активно они ведут научную деятельность и ведут ли ее вообще, быстро нашли выходы из той ситуации, в которой они были поставлены. Быстро включились, спасибо опять-таки на эпатизму, практики, взаимного цитирования, практики. Блядь, за границей, вот нет взаимного цитирования. Более того, в других науках, видимо, нет тоже взаимного цитирования. Вот он про гуманитарные науки говорит. Я напомню, что я общался с металлургами, просто практическая деятельность. Ребята рассказывали, как они массово, блядь, просто писали отписочные статьи целыми группами. То есть, да, одну статью ВАГ пишет огромная группа специалистов, чтобы все... Не, за статьи, конечно, не платят, кто черен. Чтобы все вместе, все вместе они, группы, получали цитирование, им статья всем зачитывалась. И потом они отправляли и деньги платили другой группе, которая их в другой статье, в общем-то, цитировала. Да, и вот другим людям тоже они, вот эти вот технари, просто проплачивают, блядь, деньги, вот группе большой, да, одной группе, другой группе, чтобы все их процитировали, и они всех тоже процитировали, им тоже за это платят. Гуманитарным наукам пиздец, а с остальными что? Вот я ни разу не видел на философии, чтобы у нас такая хуйня была. Никогда в жизни. Инициатива по взаимоцитированию, там, преподавателя, она обычно просто индивидуальная. Ну, кто-то один кого-то цитирует, кто-то другой другого цитирует. И понимаете, в чем фишка? У огромного количества тех же самых философов, у них индекс Хирша очень маленький. То есть, в то время, как, не знаю, индекс Хирша у специалиста в области инженерии, который, ну, специалист, кандидат наук, который работает, в общем-то, в этой науке, так скажем, да, он у него минимум 15. Это просто, ну, нормально, 15, нормально, там, пару годиков поработал. 15, то у самых, блядь, крутых философов в России вот этот индекс Хирша нередко 15 достигает, и то нет, и то не всегда, и то не всегда. Давайте я еще раз просто процитирую вам, покажу, какой индекс Хирша у Дугина, чтобы вы понимали. Индекс Хирша Дугина, чела, которого цитируют бесконечно много, Дугин, популярная звезда философии, он популярнее любого, любого технаря, там, я не знаю, у которого индекс Хирша 15, понимаете? Ну, как бы он реально, это популярный персонаж, мемный персонаж, это персонаж, которого цитирует всякий ленивый человек, любой цитирует Дугун, я написал, Дугин, любой цитирует Дугина. У него индекс Хирша всего-то 20, блядь, 4. Вот, кстати, из Дугина Вера Борисовна 19, Дугина Тамара Николаевна 13, и это большой индекс Хирша в философии. И то, они из Московского государственного университета, это просто вышка философии, понимаете, вершина академической философии в том плане, что у Дугина, блядь, 5100 цитирований, и то индекс Хирша 24, и то 24. У него 193 публикации, у него мог бы быть индекс Хирша 193 вообще максимальный на данный момент, да? Это просто к вопросу, как люди в других дисциплинах реально просто набивают свой индекс. Я, кстати, думаю, за границей то же самое. Это, ну, нормальная практика, а что еще делать? И каруселей практики публикации статей размером в одну страницу, зато с указанием там гигантского количества источников, которые накручивают это самое цитирование с помощью... Да, только это не очень примечательно для гуманитарных наук, это большая проблема, как по мне, для прикладных, может, естественных, я не знаю, как естественники себе индекс Хирша накручивают и накручивают ли. Но в гуманитарных у нас слишком ничтожный индекс Хирша, мы слишком мало себя читаем. Во многом потому, что нас заставляли их писать на протяжении там многих лет. И потому что мы все знаем, что это отписочные статьи, по большей части. И по статьям судить о деятельности того или иного специалиста нельзя в России. И ценность, собственно, работы того или иного специалиста не определяется статьями, их количеством, индексом Хирша вообще. Набивает он себе просмотры, не набивает он себе просмотры. В этом фундаментальная, в общем-то, суть. Автор, к сожалению, этого не понимает. Он какие-то объективные там научные критерии к гуманитарным наукам, которые он сказал. Social studies and arts, блядь, arts нахуй, искусство вообще почти, да, слово arts искусство. Ну, понятно, что там обозначаются определенные дисциплины, которые исследуют определенные области. Но, блядь, arts уже как бы радикально подчеркнуто, что это не супер объективная деятельность. Там не математика там вам будет, не точная наука, там не оценить нихуя. Начало спецоперацию в Украине. Ладно, прошу прощения, по-моему, смешная шутка, я не знаю, как вам, но... Блядь, ладно, простите, по-моему, смешная шутка. ...которое только можно было принять, оно сошло возможным обратиться к тем базам научного цитирования, которые уже состоялись, и журналы, в которых по умолчанию не были мусорными. А именно к базам цитирования Web of Science и Scopus. Переключение на Web of Science и Scopus означало две простые вещи. Первое. Ученые должны были уйти из российских журналов и начать публиковаться в журналах, включенных в... Кринж. Нет, неправильно. Во-первых, большое количество специалистов на плохом уровне владеет английским языком. И это никак, блядь, не сказывается на их уровне гуманитарного исследования, я замечу. Кто-то владеет санскритом, кто-то владеет китайским языком, профессионально его изучал. Кто-то антигреческим владеет, кто-то латынью владеет в идеале. Кому-то для его специальности вообще не особо английский язык нужно знать. А если нужно, ну, для того, чтобы перевести те или иные материалы, ну, вполне так себе достаточно перевести просто в Google-переводчики. Со словарем посидеть, попереводить. То есть люди могут здесь адаптироваться и работать. У нас огромное количество специалистов в России, гуманитарных в том числе, не знают английский язык. Смиритесь, ребята, это факт, блядь, это факт. И это норма, это не просто факт, это просто норма. Заставлять огромное количество людей изучать английский язык и на нем писать, это сложно, особенно внезапно это делать. Это, ну, практически нереально. В общем, как-то так. По-моему, несколько чудовищная штука произошла, которая не столько не влияет на качество гуманитарных публикаций, сколько, ну, просто выводит вперед людей, которые просто знают английский язык. В базы Web of Science и Scopus. Но сами по себе, понятное дело, они делать этого не будут по второй причине. Дело в том, что хотя некоторые российские журналы вошли в эти базы, и благодаря усилиям государства было даже создано специальное гетто внутри Web of Science для российских журналов, количество этих журналов, количество серьезных российских журналов, способных в эту базу войти и даже попасть в это самое российское гетто внутри этой базы, оно ничтожно мало. И потому, если бы ученый хотел опубликоваться нормально в таком журнале, в журнале Web of Science и Scopus, ему пришлось бы, естественно, знать английский язык. Понятное дело, что, чтобы заставить ученых публиковаться, государство должно было предоставить им мотивацию делать это. И этой мотивацией оказалась новая система отношений с учеными, которая называется «эффективный контракт». Да, охуенно. Из-за этого эффективного контракта огромное количество людей было уволено. Помнивал, что ученые получают зарплату в зависимости от своей публикационной активности. Да, это кринж. Так было, как вы понимаете, и какое-то время до этого, но теперь публикационная активность также получила ранжирование внутри себя, которое означает, что публикация в журналах Web of Science и Scopus ценится гораздо выше, чем публикация в журналах RINDS. Эта система, наверное, лучшее, что могло сделать российское государство. Но эта система полностью была... Да, куча отличных людей, которые выполняли свою работу на 10 из 10, которые передовые исследователи, вообще замечательные люди и преподаватели, да, потеряли работу из-за работы по контракту, заебись, но при этом это хорошо, это лучшее, что могло сделать российское государство. И не та, в штыки. Именно потому, что человеческий материал российской науки за годы своего существования оказался абсолютно не готов к такой ситуации. Да, когда ты активно не используешь английский язык, вероятно, тебе не особо хочется писать статьи на английском языке. Вот ты изучаешь всю жизнь свою санскрит, переводишь тексты, делаешь, не знаю, статьи, которые докладывают о твоей деятельности, и ты делаешь это хорошо и замечательно и отлично. Но вот на английском языке тебе сложно печататься, например. Вот такое бывает. Не готов не только физически, но, пожалуй, в первую очередь не готов морально. Никто из этих людей, которые десятилетиями сидели на своем месте, строили связи и получали практически нищенские или полу-нищенские зарплаты, не готов, не мотивирован развернуться. Ну как нищенские, полу-нищенские? Доцент 40 тысяч рублей, ну в Питере, по крайней мере, это в два раза больше, чем обычный быдло паренек, который просто, ну типа живет. Профессор 60 тысяч рублей может заработать. Это на одну ставку. Можно две ставки попробовать пробить. Некоторые профессора себе две ставки отбивают. Ну как? Они не работают две ставки, но формально у них две ставки стоит. Как это нищенские зарплаты? Ну там больше ста тысяч иногда даже можно потянуть. Но в любом случае это не так уж и мало. Это не так уж и мало. Уничтожить все эти связи, забыть о них и начать фактически с нуля, с базовой нищенской зарплаты, пытаться подняться вверх по эффективному контракту, который подразумевает, что чем больше ты публикуешься и в чем более классных журналах ты публикуешься, тем больше становится, собственно, твой заработок. Так, причинами же фактическими или техническими стало низкое качество этого самого человеческого материала. Большинство... Ой, да, низкое качество этого самого человеческого материала. Чел, кто бы, блядь, говорил? Вот хуйня пошла какая-то. Я, конечно, ничего не понимаю, я это делаю по своему личному опыту, а потом так бац, а потом так бац неожиданно. Низкое качество человеческого материала. Я знаю такое количество прекрасных гуманитарных специалистов, что, ну, вот за такое, конечно, ну, короче, неуважение автору оказываю, в полнейшей мере. Но российских учёных, будучи наследниками Советского Союза или наследниками 90-х, не знают и не умеют оперировать английским языком. Ужас. И поэтому это люди, там, не знаю, низшего сорта. Несмотря на то, что они прекрасные специалисты в своей области, они, блядь, плохой человеческий материал. Вот я, блядь, Александр Маркушкин, блядь, или как там, Мишурин, Мишурин, да, вот я, Александр Мишурин, ничего нигде не добился, не являюсь специалистом ни в чём, да, не являюсь ни кандидатом, ни доктором наук, никаких научных достижений у меня нет, но я знаю английский. Поэтому я высокий человеческий материал, да, высокоуровневый человеческий материал. А преподаватель, который всю свою жизнь, там, не знаю, развивает подход к изучению творчества Достоевского, Толстого или Чехова, кал, короче, каловый материал, запомните, главное не перепутать. Поэтому они не могут войти в международное сообщество, потому что для того, чтобы опубликоваться в хорошем западном журнале, не только нужно сделать это на английском языке, но нужно также, во-первых, соответствовать требованиям, а это в первую очередь значит прочесть очень много английских статей и процитировать их в своей статье. Во-вторых, пройти через peer review, то есть через рецензирование, которое является настоящим, которое потребует, так или иначе, обязательно потребует вносить изменения в присланную статью. Ну, это правда, действительно. Переделывать ее. А на это, особенно учитывая, что статья должна быть на английском языке, к сожалению, люди, английский язык не знающие, пойти не могут. Также, так как конкурентоспособные ученые еще в 90-е уехали на запад... Вообще все, блядь, уехали на запад конкурентоспособные, осталось говно. Ай, пиздец. Пиздец, конечно, да. Те, что остались здесь, не только оказались неконкурентоспособны, глобально неконкурентоспособны, но и оказались лишены глобальной культуры научного исследования, оказались лишены связей, оказались лишены понимания того, где, как и при каких обстоятельствах можно опубликоваться. И такие люди, конечно же, привыкшие к российской системе РИНС, либо были не способны опубликоваться... А, политическая наука, видите, гений. Ну, я не знаю, как у них там на политической науке, вот я вам огромное количество примеров из гуманитарных дисциплин, ну, конкретно гуманитарных дисциплин привел. Я не знаю, что там у нас с политической наукой, вообще не имею никаких представлений. Вот порассказывал бы он про политическую, собственно, вот свою область и сказал бы, у нас здесь все хуево, и тогда бы его клевали только его персонажи, да, может быть, а может быть и нет. Но он рассказывает про все гуманитарные науки, в которых он, мне кажется, нихуя не понимает от слова совсем. Такие обобщения являются, на мой взгляд, крайне странными. Либо пытались опубликоваться в хищнических журналах. Такие тоже есть в Web of Science и Scopus в основном. Правда, их очень быстро оттуда выбивают. То есть, они появляются, становится понятно, что они хищнические, и база их из себя выбрасывает. Наконец, так как государство поняло эту проблему, оно также дало заказ на обновление кадрового ряда, на привлечение молодых ученых, которые бы смогли подхватить культуру, западную культуру публикаций, которые бы знали английский язык, которые бы... Не, ну, со временем это, возможно, придет. Но просто, как бы, называть людей, людьми второго сорта из-за того, что они не знают английский, это полный пиздец. Более того, для огромного количества исследований и знаний английского языка не то чтобы сильно обязательно. Ну, то есть, смотрите, в каком невыгодном положении находятся русские исследователи по сравнению с английскими исследователями. Исследователи из Англии и Америки могут не учить вообще никаких языков. Они могут писать на своем языке свободно, спокойно и, как бы, адекватно. Они уже находятся в среде английской. Они на ней разговаривают. И они общаются со специалистами вот у себя там, так как они общаются. Русскому специалисту необходимо изучать не только свой язык, не только там язык той гуманитарной специальности, вот-вот-вот, куда он собирается, в общем-то, идти. Например, если он китаист, ему китайский надо учить, так еще и английский надо учить хорошо. Три языка желательно. Да, ну, гуманитария, чистые гуманитарии, это в среднем люди, которым нужно знать язык. Ну, то есть, даже историки философии, это скорее гуманитарии, которым нужно знать язык какой-то. Там, вы исследуете Шеллинга, знаете немецкий язык, как минимум. Исследуете индийскую философию, ну, давайте санскрит, как минимум, а лучше еще и Пали. А вот, исследуете итальянскую философию, итальянский знаете. И так далее, так далее, так далее, так далее. То есть, уже как бы, да, то есть, помимо этого языка еще и английский. Русский дополнительный язык, еще и английский язык для того, чтобы публиковаться. Нормальное требование, причем, кстати, очень сложное довольно, да, для исполнения, даже для молодого специалиста, на самом деле. Ну, вот. При том, что вот ты вроде бы делаешь свою научную работу, выполняешь свои, в общем-то, научные, собственно, всевозможные вещи, то есть, что-то исследуешь, даешь результат. Например, будучи гуманитарием, там, не знаю, высоковедом, ты переводишь какие-то тексты и делаешь рецензии на эти тексты, которые так или иначе объясняют те или иные аспекты той или иной, там, не знаю, религии восточной, например. И как бы ты молодец, ты реально продвигаешь на, в кавычках, научное, потому что гуманитарные науки не науки, да, но научное, там, знание в гуманитарных науках вперед. Ты делаешь все, что можешь, ты крут. Ну, дай бог еще переводчика нанять, который это все в мировое сообщество выбросит, может быть. Но, как бы, нет. Тут появляется Александр Мишурин и говорит, ты говно, и вообще человек более низкого класса, чем те, кто знают английский язык. Мы не были завязаны в неопатических связях, которые бы презирали журналы Ринца, и которые бы, по мысли государства, смогли вывести российскую науку из... Великая мысль государства. ...описанного мной тупика. И хотя действительно такое обновление началось где-то в годах десятых, вместо старой проблемы стала проблема новая. Как показало последнее исследование независимой газеты, и я прикреплю его в описании этого ролика, почти 50% всех российских молодых ученых хочет уехать из страны. Потому что, несмотря на то, что государство включило эффективный контракт, несмотря на то, что оно делает надбавки молодым ученым, зарплата российского ученого совершенно не соответствует мировому уровню. Она неконкурентно способна. Поэтому те самые люди, которые были призваны публиковаться в зарубежных журналах на английском языке, гораздо более эффективно могут делать это, и за гораздо большие деньги могут делать это на Западе, чем делать это здесь. Все это, конечно, приводит к катастрофическому... Только тут проблема еще может заключаться в том, что если ты человек, который обучен русской школой, есть русские гуманитарные школы исследования, ну, те за границей могут быть вполне так не рады. Ну да ладно. Ладно, опять же, если автор говорит с позиции политологии, там еще можно его понять. Можно его попробовать понять, конечно. Но если говорить с позиции гуманитарных, собственно, наук, у нас есть и какие-то русские свои тенденции. Вот вы начнете за Данилевского втирать на Западе? Вообще не факт, что вас хоть как-то оценят позитивно. И так далее, и так далее, и так далее. Ну, типа, знаете ли... Я вообще не сторонник авторитетов. Я не сторонник научного авторитета. И мне, в общем-то, вся эта научная хуйня, которую автор описывает с такими радужными глазами, да, счастливыми, не кажется каким-то великим... ...избавлением от всех проблем. Более того, мне даже кажется, что иногда вот такое своятничество позволяет решить многие проблемы для хороших ученых. То есть там, где хорошему ученому раньше, когда он там, не знаю, по связям печатал свою статью, достаточно было просто слово сказать, его печатают, то сейчас ему нужно выполнить вот эти данные, вот эти критерии, вот эту хуйню сделать, вот здесь там заполнить, здесь там хуй отсосать, там в жопу принять. И вот это вот все ему надо сделать, а его статья там прорывная, классная, охуенная, там, не знаю, еще ему должно повезти, чтобы его в слепом рецензировании, ну, как бы, не скинули. Потому что если скинут, придется в другой журнал идти, еще там месяц подготовки, там, пока тебя опять не сольют, и потом еще раз тебя сольют, и там тебя, блядь, сольют, и здесь сольют, а вот здесь тебя, может быть, примут, а здесь, может быть, блядь, не примут. Вот как-то так, да, раньше, если он мог, допустим, прийти, просто сказать, ну, все, мы давно уже печатаемся, напечатайте меня, хорошая статья, вот она. Они говорят, считают, да, действительно, хорошая статья, берем, берем, короче, печатаем. Буквально два шага раньше можно было сделать, просто ты нарабатываешь определенные связи, люди знают, что ты хорошо работаешь и выполняешь свои задачи поставленные, ну, и тебя печатают. Теперь ты можешь просто рандомным образом сосать хуй. Просто да, потому что проблема заключается в том, что в случае с гуманитарными исследованиями качество не имеет никакого значения, да, потому что это качество, оно субъективно по преимуществу. И, соответственно, при слепом рецензировании вам ваша статья может вернуться с определенной степенью вероятности. Будет зависеть не от того, как вы ее хорошо и качественно написали, будет зависеть от того, насколько долбоеб и хуесос ваш рецензент. Вы, конечно, можете еще раз подать, месяц пройдет, еще раз подать, еще месяц пройдет, еще раз подать, еще месяц пройдет. И рано или поздно напечатать свою статью, но это несоизмеримо большее усилие. Как-то так. Вот такая хуйня, малята. Если что-то раньше можно было сделать просто и получить результат, сейчас, ну, типа... Ты опять же пишешь статью, которая может ни на что не претендует, ничего не откроет, никто ее читать не будет, да? Но зато в App of Science, зато в App of Science, зато ее хорошо рецензировали. Ммм, хайф. 10 из 10. ...довольный результатом. И снова я прикреплю ссылку. Внизу дело в том, что российская наука очень быстро начала терять людей. Связано это как с убыванием старшего поколения, так и с уже описанной эмиграцией на запад молодого поколения. За последние 10 лет российская наука лишилась где-то 30 тысяч научных работников. И хотя... Так их восполнить легко. Их реально легко восполнить. Алло. У нас по той же философии огромное количество специалистов, которые могут прийти на места старых. И уже приходят, скорее всего. Просто тонны специалистов. У нашей вузы производят тонны специалистов. И кандидатов наук, и докторов наук. Просто тонны. Отбирай, не хочу. Формально в гуманитарных науках дело идет чуть лучше. За последние 10 лет в гуманитарных науках количество работников увеличилось. Проблема в том, что увеличивается она за счет двух вещей. Малого количества гуманитарных ученых и привлечения неполноценных кадров. Из-за кадрового голода те или иные научные институты вынуждены отдавать рабочие места людям, не имеющим степени. В основном аспирантам. Та ситуация, когда в гуманитарных дисциплинах имеется большое количество кандидатов и докторов наук, которые не уехали на запад. Тотальное количество. Просто огромное количество. Там, не знаю, вот философов просто миллиард, блядь. Каждый год выпускается сколько там из СПБГУ? По 4 тысячи человек. Я не знаю, сколько каждый год выпускается из СПБГУ? Ну, допустим, тысяча человек каждый год. Каждый год, допустим, выпускается по 30 кандидатов наук. В общем-то, по разным областям. 30, блядь, допустим. 30. И каждый год 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, только СПБГУ. 30, 30. МГУ там еще там 40, 40, 40, 40, 40, блядь. Каждый год, каждый год, каждый год. Еще 40, еще 40, еще 40, еще 40. Не хватает им кандидатов наук, не оказывается. Берут аспирантов, блин. И это тоже проблема, потому что за последние 10 лет упало не только само количество аспирантов, но и количество защитившихся аспирантов. То есть, грубо говоря, научная организация берет на работу аспиранта, ожидая, что он станет кандидатом наук, а он кандидатом не становится. Не становится полноценным ученым. И потому, несмотря на то, что количество гуманитарных ученых формально растет, их качество на самом деле продолжает оставаться низким. И здесь, конечно, нельзя не поговорить. Я, честно говоря, не понимаю, в чем разница между гуманитарными учеными в России и не в России. Мы берем social studies, где долбоебы пишут какую-то хуйню про феминисток рандомную. Просто рандомную поеботу про то, какие феминистки охуенные и все остальные угнетенные. Вот, качественная работа. С другой стороны, гуманитарные науки, которые реально, блядь, исследуют всякие там религии и так далее и делают это хорошо в России. Вот это вот хуйня и качество низкое неожиданно. Для меня это парадоксально. Для меня реально это просто парадоксально. Я не понимаю, как... Я не знаю, я говорю, почему YouTube ваше сообщение блокирует. Парадокс, блядь. Вот парадокс. А, у них же там слепое исследование же. Ну, конечно. У них там слепое рецензирование, короче. Чистое ревью, короче. Вообще охуеть просто. Вот какие молодцы. Пропускают повесточку, а нормальные статьи не пропускают. Вы вот, понимаете, вот она наука, как она должна быть. Pure Review, ребят, запомнили? Запомнили? Не перепутайте, пожалуйста, Pure Review-то, конечно. Но наука-то она должна, конечно, работать. Уф. Ну, блин. Ну, блин, какая-то хуйня, серьезно. Я, я небольшой фанат вообще академической среды, я замечу, и не фанат русской академической среды. Вы понимаете, да, то, что я большой даже противник этих вещей. И да, многое можно сделать значительно лучше, действительно можно, и это очень легко сделать значительно лучше, но чел просто какую-то хуйню без остановки несет. Что мешает российской гуманитарной науке? Понятное дело, что российская гуманитарная наука должна измениться. Измениться фундаментально. Описанные проблемы должны быть решены и решены самым радикальным образом. Но даже если мы уничтожим мусорные журналы, даже если мы уничтожим РИНС, даже если мы целиком и полностью будем ориентироваться на Web of Science и Scopus, на публикации на английском языке, настоящие публикации на английском языке, нам все равно нужны люди, которые все это смогут сделать. А для этого нам, конечно же, во-первых, нужно высококачественное образование. Нам нужны хорошо образованные студенты и аспиранты. Нам нужны деньги, потому что огромная часть аспирантов выбывает именно потому, что они уже не настолько молоды, чтобы их содержали родители. Но аспирантская деятельность как научная деятельность, как написание кандидатской диссертации, фактически не дает на самом деле аспирантам работать. И если они вынуждены работать, велик шанс, что они не защитят диссертацию. И понятное дело, нам нужна культура. То есть эти студенты и аспиранты с самого начала должны понимать, на что они идут. Эти студенты и аспиранты с самого начала должны не просто быть знакомы. Должны не... Короче, нужно много денег, ребята. Нужно больше золота. Нужно больше золота. Нужно в кавычках хорошее образование. Мы не прояснили, что это такое. Да, мы пока не прояснили, что такое. Просто английским языком надо владеть. Вот когда без английского языка хуевое образование. А вот когда с английским языком сразу заебись. Сразу заебись. Конечно. Не просто знать английский язык. Они должны на нем оперировать. В первую очередь читать научную литературу. А это бы подразумевало, что они должны были бы иметь прочные связи с западными научными системами. Ну вообще я сторонник того, чтобы российская наука в кавычках, российские дисциплины укрепляли свои связи с западными системами. Я ничего против этого не имею. И стимулировать это нужно. Но просто нельзя, как автор говорит, все брать, блядь, обрывать, сразу всех, блядь, увольнять, блядь, радикально, ебать, удалять, ринс, хуинс, блядь, увольнять этих старых пидорасов, которые не умеют на русском языке, блядь, ничего говорить на английском, простите. Нахуй бездарная ебаная, блядь, гуманитарная советская говно, блядь, сжечь нахуй. Не, вот так нет. Так не работает. Надо постепенно способствовать переходу там, в общем-то, да, из одного в другое, там, да, для того, чтобы наши специалисты, да, они должны изучать английский язык, они изучают английский язык, и требования достаточно большие в том же самом СПБГУ, например, к изучению английского языка полагаю, тоже высокие требования, вообще, наверное, не маленькие требования. Ну, вот вам, соответственно, уже есть следующее поколение, которое может, сможет переводить статьи своих учителей на английский язык, там, допустим, еще чего-нибудь делать. Ну, это все постепенный процесс, там, резко, резво, блядь, все менять, ебать, какая-то революция, что ли, ебанутая, ебанутая революция какая-то. Электронные курсы, будь то стажировки, будь то удаляровки есть, ну, были, по крайней мере, леные лекции, будь то прямые связи с западными университетами, на которые, понятное дело, современное российское государство пойти не может. Это бы означает... Прямо современное уже вряд ли, кстати, но в свое время было огромное количество стажировок, были приглашенные специалисты в МГУ, СПБГУ были. У нас какой-то итальянец вообще ходил по ВУДу, если я не ошибаюсь. Вот, Ирина может подтвердить, я полагаю, у них один из преподов вообще итальянец был. Обмен студентами нормально, и студентами, и преподавателями нередко нормальная такая практика. Может, не везде она присутствует, но я с ней сталкивался. Более радикальное решение проблем с эффективным контрактом. Его полное переключение на базы Web of Science и Scopus, полное переключение на английский язык... Ну, все, ты уничтожаешь тем самым науку. Полное переключение на английский язык, полное переключение на английский язык и полное переключение на Web of Science и Scopus просто берет и обнуляет всю работу всех преподавателей. Конец. Ну, то есть, почти все современные преподаватели по большему счету идут нахуй. Если мы это делаем резво, если мы это делаем гордо и без каких-либо в общем-то смягчений, среди которых, среди этих специалистов наберется огромное количество хороших и преподавателей, и педагогов, и замечательных исследователей, которые действительно владеют методами исследования, которые владеют отлично теми языками, на которых они собственно что-то там исследуют. Но вот английского им не хватает, да, ну пиздец, что, умереть можно. Некоторые другие вещи, например, такие как запрет на публикации в одном и том же журнале двое есть более года подряд, наконец, это бы означало... Ну, я насколько помню, ну, очень подозрительно на вас будут смотреть, по крайней мере, да, это может быть аргументом к отклонению вашей диссертации, если вы напечатали все свои статьи в одном журнале. Вам необходимо печатать статьи в разных журналах. Это было решению проблемы бюрократизации науки, которая возникает неизбежно с самим эффективным контрактом. Может ли российская гуманитарная наука измениться сегодня так, как она должна была бы измениться? Ответ скорее нет, чем да. Слишком много спин придется сломать, слишком много связей и нитей разрубить, слишком много персонала придется уволить или заменить. Слишком радикально пришлось бы поступать. И потому, хотя у отдельных российских гуманитарных ученых есть будущее в форме эмиграции у российской гуманитарной науки как института Дизлайк полная хуйня, больше хуйни я уже давно, честно говоря, не слышал. Будущего нет. Охуеть.